Ну все, включайте ваше радио, как обычно, восемнадцать, ого, тут у меня должна выйти новая серия, на сегодня серия седьмая, педали дали, и вот погнали, дали, серия седьмая. Ай, маменька, вы ведь все знаете. Помолчав, хриплым тяжелым голосом отозвался он. Вы помните, я написал Варе тогда сразу же. Сразу после того, как выяснилась моя проклятая ошибка. Я до сих пор кляну себя, что не показал этого письма вам. До сих пор кляну. Вероятно, написал что-то не то, вот что-то не так. Ну что, хоть убейте, не могу понять, уже третий год не могу. И страшно жалею, что не осталось черновика. Но ведь я не мог, право же, не мог более ничем обидеть ее. На семи страницах просил прощения. Клялся внеземной любви. Предлагал руку и сердце. Ничего другого в моем письме к ней не было. Слово чести. Даже для приличия, о ее здоровье и о картинках. Об этом я даже позабыл спросить. Сережа, успокойтесь. И этот сукин сын Сметов еще имеет наглость удивляться. Отчего я ничего не сделал? Видит Бог. Он прав. Но как и что можно было делать при том, что творилось тогда уезде? Как можно было что-то делать? Во всей губернии. В какой я Париж мог ехать, если даже в отставку не пускали, а? А после? После, когда бунт за бунтом пошли. И алферины горели. И сковронские. И даже у Каманского Ригу и Туз полили. И постоянно эти военные везде, в уезде здесь. Половина соседей с перепугу поуезжала вся. На управляющих имей не побросала. Как я мог оставить вас, Аннет, Кольку, мужиков наших бестолковых? Как? Ведь, черт возьми, я старший мужчина в семье. Я хозяин в Бобовинах. Куда можно было ехать? В какие за границы, а? Эта скотина меня еще и в барстве упрекает. Сережа, мальчик мой милый, успокойтесь. Угу. Ведь надо было, надо было, разумеется, надо было ехать. Не слышите слов мачехи, с горечью страстно говорил Сергей. Какие письма? Какие слова? Это же просто чернила на бумажке. Пустые почеркушки. Я должен был сам. Варя была тогда оскорблена. Тяжело, незаслуженно. И я был кругом виноватый. Сережа и Вера обняла пасынка. Поймите же, мальчик, поймите. Есть вещи, которые нельзя изменить. Я твердо знаю одно. Было время, когда Варя любила вас. Любила сильно и глубоко. Недаром отказалась принять ваше предложение. Ах, непостижимые эти существа. Женщины. Проворчал Сергей. От глубокой любви отказаться выйти замуж. Князь Станевицкий, видите ли, оказался неугодный. Видите ли. Вот видите, вы до сих пор обижены и не понимаете. А между тем все очевидно. Выйдя она за вас тогда, шестнадцатилетней деревенской девочкой, какой оказалась бы и ее, и ваша судьба. Откажись она от живописи, и вам в жены досталась бы умершая женщина, погасший призрак. И вы оба, в конце концов, сделались бы несчастными. Талант нельзя запирать, никак запирать в четырех стенах. Нельзя связывать ему крылья. А то «Зе фэнтом оф зе опера» получится. Да ведь я и не собирался никого связывать, вспылил Сергей. Право. И в какой светской гостиной вас приняли бы с женой-отпущеницей? Сережа, мы столько раз с вами говорили об этом. «Полно, Сережа, Сережа. Есть вещи, которых не вернуть. Вы еще совсем молодые. Глупо хоронить все мечты и надежды в двадцать три года. У вас еще... Маменька, почему вы вышли за отца?» Спросил вдруг тот. «Почему?» Этот неожиданный вопрос пасынка заставил Веру вздрогнуть. С минуту она изумленно молчала. И Сергей, спрыгнув с перил, внимательно смотрел на мачеху. Но свеча на столе давно погасла, и лицо молодой женщины терялось в темноте. Минуту спустя Сергей неуверенно спросил. «Что, я слишком дерзкий, маменька?» «Я, разумеется, не имею никакого права. Но, знаете, уже не первый раз задумываясь об этом, вы были намного моложе отца ведь. И не искали богатства блестящей партии. Вы были гувернанткой у нас в доме. Так почему вы согласились выйти за отца замуж?» «Вы, пожалуйста, простите меня, но... Вы ведь не были в него влюблены?» «А откуда вы знаете, Сережа?» От невозмутимого тона мачехи Таневицкий смутился, как мальчик, и неловко перевернул в пальцах пустую коробку от папирос. «Мне кажется, маменька, что... Знаю». «А вы впрямь уже выросли, если думаете о таких вещах», помолчав, сказала княгиня. «Что ж, должна вам сказать, что люди выходят замуж, женятся и годами живут вместе по сотне причин. И любовь — это вовсе не главное среди этих причин». «Но вы правы. Я не искала тогда ни богатства вашего отца, ни титула». «Домна наша говорит, что вы вышли из-за нас, из-за меня, Кольки и Аннет. Вот всегда замечала задуманная излишнюю склонность к умствованию». Сдержанно отозвалась Вера. «Сережа, вам не кажется, что уже несколько поздно вырошить эти вещи? Ваш отец давно в могиле, и... Если бы не вы, не знай, что бы со всеми нами стало. Имение растащили бы опекуны. Аннет отправили бы в пансион и сделали там из нее нервическую дуру. Ну, а Колька, возможно, окончил бы военное и вернулся в имение, шляться по комнатам в халате и писать глупые стишки. Ну, а я бы... Я бы и вовсе ничему не выучился. Помните, сколько вы со мной, болваном, провозились тогда? Сколько вы мучились? Представьте, уже не помню. Столько лет прошло. Да что с вами нынче, Сережа? К чему все эти воспоминания? А это правда, что отец взял с вас слово не выходить второй раз замуж, пока мы не повырастаем все? Сережа? Неужто это опять домно? Она, она... Вам не кажется странным, что кухарка в имении знает больше, чем сам хозяин, а? Вам не кажется так? Сережа, повторяю, оставьте в покое эти дела давно минувших дней. Хватит. Никаких слов я не давал, и даже говорить об этом не желаю. Я бы все равно не оставил бы ни вас, ни Колю, ни Аннетту. Просто потому, что я любила вас. А дом она глупа, и она просто обожает эти сплетни. Скоро утро, Сережа. Нужно идти спать. Вам было двадцать два года, маменька. Словно не слышу возмущенного тона мачехи, задумчиво выговорил Сергей. Скажите, вы любили тогда кого-нибудь? Кто-то любил вас? Серж, немедленно спать. Самым, что ни на есть гувернантским тоном, у-у-у, гувернантка, на какой только была способна, отчеканила вдруг Вера. Сергей, скроив покаянную физиономию, поднялся с перил. Он был выше приемной матери на голову, и Вера невольно улыбнулась. М? Повырастали все. Вы несносны, Сережа. Просто невозможно. Превосходно знаете, что я не могу более приказывать вам. И вы этим только пользуетесь. Вы можете приказывать мне до самой смерти. Серьезно, сказал Сергей, склоняясь над ее рукой. Простите меня, маменька, за этот глупый разговор. Я иду спать. А вы все же собирайтесь. Нельзя, нет, сколько без присмотра оставлять. Много ли с вашей Федосиевной проку, а? И что за времена настали, что весной им в городе лучше, даже чем здесь? Не понимаю, честное слово. Вы уже сами говорите, как старик. Хм? Хм? Состарься тут до времени, дед-пердед. Так вы поедете? Обещаю, что здесь все будет спокойно. Обещаю. Поеду, как только посевные закончатся. Ступайте с Богом, Сережа. Спокойной ночи. И Вера привычно поцеловала его в лоб и перекрестила. И вскоре она осталась одна на пустой веранде. Луна уже садилась за дальний лес, и серебро на холмах потускнело. В черных кустах чуть слышно запинькала какая-то птица. Пинь-пинь. С пруда потянула свежим предрассветным ветром. И, подойдя к перилам, на которых недавно сидел Сергей, Вера подставила лицо этому сквозняку. И она страшно удивилась тому, что щеки у нее мокрые. И тут же горло свела эта жестокая судорога. И княгиня Таневицкая, уронив лицо в ладони, Она горько и безнадежно расплакалась. Теплым майским вечером к особняку графини Беловзоровой Подкатило две кареты, покрытые пылью аж до самых крыш. Запылились. И они остановились у кованой решетки ворот. И ливрейный лакей открыл дверцу. Что значит ливрейный? Ливер. И на мостовую выбрались сама графиня и тоненькая девушка лет двадцати С роскошными золотисто-рыжими волосами, Уложенными в узел на затылке. Обе дамы были в измятых дорожных платьях. Тоже запылили все. Попылили. И все бледные от усталости. Абсолютно все. И не успели они оглядеться, как из-за ограды со стороны дома Раздался зычный крик. О, Зыкина! «Барыня прибывши!» Закричала. И почти сразу же из калитки, толкая друг друга и оглушительно крича, Посыпалась толпа дворни. Высыпалася. Евдокии Павловну окружили и кинулись целовать плечи и руки. Отобрали радикюльчик и наперебой засыпали новостями. «Да отстаньте же! Погодите, я едва живая!» Смеясь отмахивалась графиня. «Кузьминична, какие поросята! О чем ты?» «Господи, Фадеич, ты живой еще?» «Как, Наташка, как там твой Федор, а?» «Как? Какой шифонер продали?» «Ах, ореховый?» «Графу Григорию...» «Ну и слава богу!» «Да погодите же вы! Сейчас будем обедать и переодеваться. Все будет!» «Ну дайте же хоть осмотреться, а!» «Варенька, вы еще на ногах держитесь?» «Прекрасно! Сейчас вас проводят в комнату, а затем мы пообедаем. А уж после!» «Благодарю вас, Евдокия Павловна! Но зачем же мне комнату занимать?» Варя Зосимова решительно вытащила из кареты старый саквояж. «У меня есть знакомые. Туда и пойду». «Как? Прямо с дороги? Даже не пообедав?» «Да как же это так возможно?» Заволновалась графиня. «Варя, как хотите. А я вас не пущу. Я всегда уважала вас независимость, но эта воля ваша, это уже чересчур. Вы меня просто обижаете, девочка моя. Да вы и устали с дороги. Как же вы сейчас отправитесь? Это же долго!» «Ничутьев такие, Павловна. Сейчас через переулок вот спущусь, мост перейду, и вот уже полянка. Я пешком люблю ходить, и ни капли от этого не устаю. Даже напротив. Я же три года столицы не видала». «Ой, невозможно с вами спорить, дитя мое!» «Ну как же я вас так отпущу, а?» Сокрушалась графиня, беспомощно наблюдая за тем, как лакей вытаскивает из кареты легкий варен чумодан. «Ну возьмите хотя бы извозчика, будьте благоразумны. Николка, сейчас же беги на угол. Найди извозчика для барышни, сейчас же». «Варя, поклянитесь в таком случае, что завтра же будете у меня». «Евдокия Павловна, да завтра вам не до меня будет. К вам полгорода хлынет с визитами». «Вот уж верно, так верно». Уныло подтвердила Беловзорова. «Тоска с этими визитами. А куда деться?» «Ну когда же мы теперь увидимся, Варенька? Надеюсь, вы появитесь на моих средах?» «Никаких аристократов. Они только лишь люди одни искусства. Все по-простому. Как вы и любите. Угощения, танцы, разговоры о живописи и о музыке все. Я уверен, вам станет интересно. Да и с вами многие хотят тоже познакомиться». «Непременно буду. Благодарю вас». И подкатил извозчик, в коляску которого были загружены Варьи вещи. Варя поклонилась была графине, но та, подойдя, крепко обняла ее и поцеловала в лоб. «Ступайте, девочка моя упрямая. Ступайте. И непременно пришлите ко мне кого-нибудь, чтобы я знала, что вы устроены там. И не забудьте, в первую же среду. Да-да, прямо послезавтра. Помните, как только из Рима прибудут ваши холсты, и я устрою вам выставку. Эксхибишен. Пора, наконец, и столице признать вас. Завоевать столицу». На углу Варя отпустила извозчика и, без особых усилий, подняв свой чемодан, зашагала вниз по улице. Здесь, на тихой купеческой улице, все было ей знакомо. Все вспоминалось шаг за шагом. Словно и не было тех трех лет, проведенных за границей. У щелястых заборов буйно росли лопухи и крапива. Деревянные калитки обвивал молодой хмель. В густой листве старых лип скакали, сварливо перекрикываясь сороки. Стайка воробьев отчаянно дралась из-за корки хлеба посреди огромной лужи. «О, твое озеро! Вора, бей! Догоняй! Бей, бей, вора! Ага!» В кустах малины, разросшихся у маленько расписанной как пряник церкви, басовито жужжали шмели. Отчаянно голосил на воротах дома купца Емельянова черный петух. «Раскут кудахковся!» А над ним важные сияющие плыли в синем небе облака. Белогривые лошадки. Голоногая девчонка, очертя голову, неслась по тротуару с лохматым щенком в охапке. За ней с воплями и угрозами гналась ватага ребят. Один из мальчишек, лик тринадцати, взадравшийся на животе голой рубахе, остановился на всем скаку. «Доброго вечера, барышня! Вы к кому же будете? С багажом не пособить ли? Я недорого возьму!» Сразу причепився. «А я тебя, малой, помню!» Улыбнулась Варя, глядя на чумазую веснущатую физиономию. «Ты что ли, Егор Прокофьевич?» Егор Прокофьевич добросовестно смотрел, осмотрел Варю с ног до головы. «М? Смотрины!» Затем по-взрослому вздохнул. «Не обессудь, барышня! Не упомню! Каких же будешь?» «Да как же! Варя Зосимова, твоей маменьки работница. Комнату у вас снимали с тятенькой. Трофима Игнатьича-то, художника, помнишь?» «Ух ты!» И мальчишка разулыбался вовсю шир шербатого рта. Сейчас повысыпливается. «Вот теперь как есть, воспомнил. У маменьки до сих Фленкин до сих пор Фленкин паркет в мастерской висит, в которой ты работала?» «Все клиентки дивятся!» «Надолго ли снова к нам-то?» Вдруг спросил. «Надолго, Егорка!» «А здорова ли Марья Спиридоновна?» «А Флена-то где?» «Маменька в церкви, к вечерней пошла, а Флена в воскресной». «В школе?» «Отца Пармения?» «Недоверчиво переспросила Варя, прикидывая, что могло заглянуть в церковную школу двадцатилетнюю дочь владелицы швейной мастерской? Что могло затянуть, заглянуть ее туда-то?» «Затянуло!» «Поздно ведь уже!» «Ты сам-то чего не там?» «Отец Пармении, помершив за прошлый год!» «Отрапортовал Егорка!» «И школа вовсе даже не церковная, а господа скубенты учат». «Я уж отучимшись с утречка, теперь только большие там уже сидят. Со всего околотка приходят, да ночи там остаются». «Да не угодно ли взглянуть? Как раз у нас помещается в мастерской. Поклажу-то свою позволь, Варвара Трофимовна!» И, не дожидаясь согласия Вари, он схватил ее чемодан и саквояж и решительно потащил их в зеленую полуоткрытую дверь под вывеской «Белошвейная мастерская Марьи Камариной!» «О! Брэнде! Сколько буков!» «Ага! Запоминайте! Белошвейная!» Мастерская Вари была очень хорошо знакома. «Белошвейная!» «Белошвейная!» «Ну ведь не черно-ошвейная!» «Ага!» «Она сама когда-то работала здесь!» «Ведь действительно!» «Родная мастерская!» Недоумевая, для чего почтенной Марье Спиридонову не понадобилось предоставлять помещение, да еще студенческой школе, Варя вслед за Егоркой прошла через темные сени. Из-за полуприкрытой двери раздавался молодой мужской голос с выражением, читавший гоголевскую «Ночь» перед Рождеством. Четно вспоминая, где она могла слышать этот голос прежде, «О! Тута-тута! Ауди! Ауди-книги! Пять колец!» Варя очень осторожно заглянула в дверь. «Слухай, слухай! Открывай в ухо! В одно вышло, в другое вышло! Ага!» Это была большая и светлая комната с огромным столом посредине, на котором обычно метали, шили и краились десяток мастериц. Метай, метай, икру свою, метали! Но сейчас на столе не было ни рулонов материи, ни катушек, ни лоскутов. Ничего не было. На табуретках и лавках, на подоконниках и пороге сидели десятка-три молодых людей и девушек. И никто из них не был знаком Варе. «Все! Новички! Новехонькие!» Но юношу с откинутым назад светлыми волосами и мягкими карими глазами, стоящего у окна с раскрытым, этой книгой в руках. Варя узнала сразу «О! Ауди книги!» И аж ахнула. Жахнула, да? И невольно поднесла руку к губам. И шепотом, не веря сама себе, она спросила «Господь вседержитель! Барин! Вы или? Барин молодой!» «Николай Станиславович!» «Да откуда же?» И все обернулись к ней. Князь Николай Таневицкий опустил книгу и посмотрел на потрясенную Варю и широко и весело улыбнулся. «Это я, Варвара Трофимовна!» «Ну, здравствуйте!» «С прибытием вас!» «И что это еще за барин, м?» «У нас тут подобные обращения, знаете ли, не приняты». И он просто по-товарищески пожал руку Варе. «Что, не ожидали меня тут увидеть?» «Да как же!» И Варя изумленно смотрела смеющиеся глаза молодого человека. «Да что вы здесь делаете-то, а? Отчего вы не в университет ведь?» «Выставили!» С невероятной гордостью сообщил Николай. «Выставили!» «Вы ведь знаете, какие беспорядки год назад творились там? Когда только манифест о воле объявили!» «Я везде, где мог, принимал участие с друзьями!» «Ну, вот и выкинули за неблагонадежность!» «Это князя-то не Вицкого-то?» сплеснул руками Варя. «Вообразите!» «И маменькино заступничество не помогло!» «Ничего не помогло даже!» По голосу Николая было видно, что он весьма доволен сим обстоятельствам!» «Насилу удалось здесь, в столице, восстановиться!» «А барыня-то?» «Вера Николаевна!» «Они тоже здесь?» «И барышни?» «И маменька, и Аннет!» «Александрин наша выскочила замуж несколько лет назад, они и давно, ни слуху, ни духу!» «А Аннет собиралась вместе со мной сюда!» «Но не сумела!» «У нее музыкальное занятие!» «А ведь вы могли бы и встретиться!» «Сережа остался в имении за хозяина, пока не может выбраться к нам!» «Сами знаете, сейчас уже покосы там начинаются!» «Все!» «Страда!» «Страдаем!» «Осторожнее, осторожнее, господа!» послышался вдруг взволнованный писк из сени, и мимо варе протиснулся огромный исходящий паром самовар. «Все! Сейчас чаюваты будем!» «Наливайте!» «Подставляйте, хлопцы кони!» «А?» «Подставляйте стаканы!» «Прянички подъехали!» «Печатные!» «Сейчас как впечатаю!» «А?» И за ним обнаружилась худенькая блондинка в черном платье. При виде Вари девушка аж ахнула. Самовар из ее рук ловко выхватил Николай, позволив подругам кинуться друг дружке на шею. «Варя! Варенька! Не чай ли уж дождаться? Флена, Флена! Да где же ты там застрял-то, а?» «Аненька! И не изменилась ничуть?» «Весна ты моя!» «Потечели его!» Но в это время из-за стола наконец-то выбралась Флена Прокофьевна. И Вара едва не лишилась дыхания в ее могучих объятиях и чуть не оглохла от зычного крика. «Да шо ж ты вы тут все зыкины! Шо вы тут зыкаете!» «Зычного!» «Мамаша! Пойдите сюда живей! Варка наша Зосимова вернулась!» И уже глубокой ночью воскресная школа в швейной мастерской опустела вся. И Варя осталась наедине с подругами. Шумно пыхтел, горячился вновь поставленный самовар. «Дубель два! Заходите! Места всем хватит в нашей избушечке! Запомните! В восемнадцать, ого! Разливаем тут усем чаю! Пряники и все ваши смоколики это ваши! Может, и мне трохи что-то попадется! Да? Лежали в знакомом расписном блюде сайки и пирожки. О, вот это мое! По чуть-чуть! Змниасом мене! Чай в кружках пах летним лугом и земляникой. О, вот-о! С вашей соломой чай! Варя, у которой глаза слепались от усталости и обилия впечатленной, сонно улыбалась в флёне. Та сидела, навалившись монументальной грудью на край столешницы, и бурно возмущалась. «Но это ж надо! От заграницы отказаться-то, а? Блажная ты, Варька! Право слово, блажная! И да прежде такая была, и по сейчас осталась такая вся. Люди не меняются. Тоже Италия! Дура ты! Итальяна мама! Ты до какого папа приехала? Итальяна мама была. А пельцины? Там поди, как наш шиповник, апельцины эти растут. Цейны-цейны нема тем апельцинам. Тепло, зимы, почитай, что нету. Стало быть, и на дрова расходов никаких. На шо ти дрова? Ну, наш ты сюда приехала-то, ага, и красота повсюду, и итальянцы оперы поют, Ромео, Ромео и Жульетты. На том балконе прям стоит. Никаких тебе пахомов тут наших пьяных по подворотням не шатается. По церквам сплошь художество там развешанное, и бесплатно смотреть можно. Чем же тебе нам худо оказалось, а? Чем же тебе там худо, ты, дурища ты? Ты че приехала? Да всем устало отозвалась Варя. Стосковалась я, и все тут. Ты говоришь, зимы нету. У меня от этой жары в Риме просто голова кругом там шла. Да и вовсе. Варя права. А ты, Флена, глупая, решительно заметила Анна. Я даже в гостях у тетки скучаю по столице. А уж там по заграницей, там вообще я скучаю по людям нашим. Вернулась и правильно сделала. Здесь ее любят и помнят все. Здесь ей и работаться будет легче. Верно ведь, Варенька? Где родилась, как говорят, там и пригодилась. Правильно. мы найдем тебе квартиру, непременно светлую, светлую, наисветлейшую, чтобы мастерскую можно было устроить. И тогда... «Хорошая фатера денег немалых стоит», вдруг ввернула Флена. «О, свой шуруповерт». «Деньги у меня есть», сразу же слегка смущенно сказала Варя. «Есть деньги». Я несколько картин удачно продала в Риме. И Евдокия Павловна обещала мне еще заказы, так что... «Чудесно!» «Просто чудесно!» обрадовалась Анна. И внезапно перестав улыбаться, пристально вгляделась в лицо Варе голубыми уже близорукими глазами. «А знаешь, ты очень изменилась, Варенька». «К худшему? Постарела? Ты что, напротив? Стала как-то повзрослей, что ли? Сдержанней? Настоящая дама из общества. Нипочем не скажешь, что бывшая крепостная? И речь, он, смотрю, сделалась правильной. Ты брала уроки манер? «Хм, еще не хватало», отмахнулась Варя. «Мне до сих пор совестно того, сколько денег Евдокия Павловна на меня потратила. Ведь добрую половину сберечь можно было». «А манеры? Как не было никаких, так и нету. Тебе, ей-богу, кажется, это все». «Ничуть не кажется». И Анна вдруг тихо рассмеялась. «А помнишь, как ты чуть не отменила свою первую выставку, а? Из-за того, что до смерти боялась, будто не сможешь светски беседовать с господами из Академии художеств. Помнишь-то?» И тут улыбнулась и Варя. Улыбнулись все. «Ну, теперь, видно, выучилась. Прав был Аким Перфилич, учитель мой. Он все тут же в Толмачевском обретается, да? Не разбогател?» И Флена только сморшилась. «Не уж что такой разбогатеет, а? Он ведь Варька каким был, так им и оставься. Едва хоть какие гроши заведутся, сейчас или взаймы отдаст кому-нибудь или за чу-нибудь фатеру заплатит, или для кого-то доктора проведет. Вот так вот разбазаривает. Глядишь и избавился от денег с Божьей помощью. Все у нас собственных студентов спустит, разбойников неблагодарных, прямо как твой тятенька покойный, тоже истинно святой жизни человек был. На могилку пойдешь ли? Могилка прибрана вся, мы с мамашей ухаживаем. На Пасху и цветики посадили, и оградку подновили, и куст сиреневый петь качапурин приволок. Спасибо, вот прямо завтра и схожу. А мы здесь сама виш как. И Анна погладила ладонью внушительную стопку книг на краю стола. О, все наши ауди книги. Школу сделали для людей, чуть не все окрестности сбегаются. Начинали-то студенты наши для ребятишек, а там смотрим и взрослые подтягиваться начали. Денег, разумеется, мы не берем, а просто пускаем всех желающих. Спасибо, Мария Спиридоновна, помещение нам по воскресеньям предоставляет. Нас и княгиня Вера Николаевна к себе звала. Но мы подумали, думали, думали, подумали и отказались. Мало кто из наших учеников риснет прийти и заниматься в богатый дом. Мало кто. Как это Николай Станислав у вас в учителях оказался? Для чего это ему? И он, и княжня Аннет, и даже сама Вера Николаевна иногда приходит. С гордостью похвасталась Анна. Варенька, ты верно не знаешь, сейчас большие перемены после манифеста-то. Каждый образованный человек старается хоть что-то делать для бедных людей, хоть что-то для народа. Мы вот пытаемся хотя бы грамоте и счету выучить каждого. Каждого кто хочет. Не то, что раньше было. А там даст Бог дойдет и до географии с историей. И даже до естественных наук. Да даже хочет доктором. Чему ж ты улыбаешься и в мыслях нет. И Варя поспешно отвела взгляд от зевающей флены. Не уже ли ты намерена нашу фленушку обучить географии? Ни почем не соглашуся, подавив зевок, решительно объявила та. Да и мамаша не дозволит, и жених возражать станут. Пантелей Макарович у меня уж такой сердитый насчет бабьего ума. Ох, сердитый. Ни почем его не одобряет. Нет. Еще возьмет, да и не женится, коль я выучусь. И так я может, конечно. И так я может статься. А на меня тогда и мамаша осерчают, и самой мне ни к чему в девках оставаться. Этак и предание не поможет. Не поможет, ваши преданные, ничего не поможет. Сюда то мамаша отпущают, потому что говорят, коли уж князья сиятельные вас учить не брезгают. Стало быть, дело благонадежное. А к студентам ни почем не пустили бы. Особо после того, как здесь в прошлом году арест за арестом шли. Арест за арестом прям. Почитай, что всех наших на допрос таскали. И Чепурина, и Фролова, и Кочетова, и Сметова. Всех. Этот и вовсе попал. Испуганно спросила Варя. Помер? Спаси Бог. Ты жив-здоров помер. Куда-то в Польшу подался. И это перед самым бунтом там. При том, что ему и же начальство спретил-то. В одну ночь исчез. Никому не сказался. Вот душу положу, что без него и бунт у поляков не обошелся. Вот душу положу. А откуда ж ты знаешь, что он живой-то? Знающие люди шепнули. Многозначительно сказала Флена, и Варя улыбнулась было. Но поймав взгляд Анны, она сделалась сразу же серьезной серьезной. Утром Варя по привычке проснулась рано. С самого засрання. Но в доме уже никого не было. Хозяйки ушли в мастерскую. Все. Сама просыпайся. На столе под полотенцем был оставлен горшок пшенной каши. Кружка молока, ломоть пшеничного хлеба и записочка. Корявые строчки гласили. Варвара, ешь и никуда не денься до обеду. Вместях тронемся фатеру тебе шукать. Остаюсь вечно твоя Флена комарина и точка с восклицательным. Несмотря на грозную записку, Варя сразу же после завтрака вышла из дома и через полчаса была уже на кладбище. Там, среди старых лип и берез, она отыскала поросшую мятликом и пастушьей сумкой могилу. Ее низенькую ограду сплошь оплело по великой и мышиным горошкам. На простом памятнике было вырезано «Божий раб, мещанин и художник Трофим Зосимов». А вокруг не было ни души, и Варя вдостально плакалась в одиночестве на могиле отца. Солнце уже стояло высоко, когда Варя покинула тенистое кладбище и, спустившись по пустынной от жары улице, свернула в переулок. Дом, в котором жил профессор училища живописи Аким Перфильич Нерестов, она узнала сразу же. Это было старое черное дождей и времени одноэтажное строение, окруженное густой порослью крапивы и чертополоха. Все окна в доме были раскрыты, и из них доносились молодые, перебивающие друг друга голоса. Прислушавшись, Варя улыбнулась, и она ускорила шаг даже. Дверь оказалась нараспашку. Сени пусты, прислуги не было, и навстречу гостей никто не вышел. Варя сама повесила свою легкую мантилью на вешалку. Легкую мантилью, что-то мне смешно. Мантилья, а ну дай на мне свою мантилью, а, я сейчас повешу, а, говорит Кузьмич. Я сейчас повешу, дай, ну. И поверх небрежно брошенных на нее курток и летних пальто она повесила свою легкую мантилью и наугад поправила волосы и пошла на эти голоса. Сени привели ее в огромную комнату, заставленную мольбертами, гипсами и композициями для натюрморта. Из мебели в комнате находились только лишь десяток разнокалиберных стульев и табуретов, на которых, впрочем, никто не сидел. Несколько молодых людей стояли вокруг одного из мольбертов и, перебивая друг друга, жарко спорили. Вошедшую варю никто даже не заметил. И слава Богу, господа, и хвала судьбе, что, наконец, появилось нечто нравственное в живописи, громогласно вещал широкоплечий юноша с растрепанной русоволосой головой, драматически указывая настоящий перед зрителями эскиз. И кто-то воскликнул. «Жар, Петька, словесами, ибо истину вещаешь оки древней волху». Ну, у тебя Антон с твоими глупостями, а? А сейчас, господа, и у нас, наконец-то, ни один Перов, ни один Крамской. Вася, дай я тебя расцелую за смелость и силу твою живописную, а? Ведь, господа, эта картина, когда готова будет, бухнет на всю столицу, не тише царь колокола. А то и на всю страну, а может и даже и... Сомнительную, однако, ты судьбу мне порочишь, м? Чепурин, напророчишь еще? Со сдержанной улыбкой возразил высокий молодой человек с мягкой темной бородкой. Царь колокол, как мы все из курса истории помним, никогда не звонил, но... И раздался дружный-дружный смех. Все, колокольня. Зверошенный Петя смутился и покраснел до слез. Что-то жарко-збивчиво начал возражать было и отвернулся от мольберта и увидел стоящую в дверях Варю. Ба! вырвалось у него. Вот это номер! Варя! Варенька! Господа, глазам своим не верю. Это же Варя наша Зосимова! И воцарилась изумленная тишина, которую нарушил все тот же Петя Чапурин. Опрокинув табурет с натюрмортом из медного кувшина и сушеных тыкв, он кинулся к Варе. За ним бросились еще несколько человек и комнату заполонил радостный гул. Варвара Зосимова! Та самая Зосимова! Господа! И Варю окружили. С огромной вежливостью приняли у нее из рук радикюль. Принялись расспрашивать о путешествии, об обратной дороге. Но она наспех, ответив на приветствие, торопливо прошла через всю комнату к потрепанному и протертому до досок креслу, в котором полу лежал седоватый человек с близорукими темными глазами. Аким Перфилич, никак захворали? Это на лето глядя-то? Ничего серьезного, Варенька, право, ничего. И Нерестов закашлялся, не закончив фразы, и сделал было попытку подняться. Но Варя, опередив его, села рядом и взяла в ладони сухую, горячую руку своего учителя. Приехала я, Аким Перфилич, и первый же визит к вам. Как же у вас все по-прежнему здесь. Как я рада, как же я скучала без вас. А что же это вы расхворались? Да, право же, пустяк, откашливая, смеялся нерестов. А теперь, когда ты вернулась, я и вовсе вскочу да побегу, как крыс актод. Какая же ты умница у меня, Варенька. С возвращением тебя. Картины, я надеюсь, новые привезла. И эскизы, и рисунки. Все. Картины в багаже у Евдокии Паловны едут. С недели на неделю будут. Смеясь, отвечала Варя. А эскизов до наброска в полный чемодан привезла. Все, как вы наказывали. И в самом деле, обрадовался нерестов. Так показывай немедля. Все показывай. И ребятам, я уверен, тоже. Всем будет интересно. Конечно, дюжин интересно. И взрыв молодых веселых голосов подтвердил его слова. Но Варя решительно отказался. Да что ж так сразу-то? Позже непременно покажу. А сейчас вы мне позвольте на эскиз господина Пукерева взглянуть. Вы меня помните, Варвара Трофимовна? С легким удивлением спросил высокий молодой человек с бородкой. Разумеется, улыбнулась Варя. А вы-то меня разве нет? Сколько раз здесь у Акима Перфилича встречались-то? И в классах училища тоже виделись. Я вашей рукой всегда восхищалась. Помню, как вы с двух карандашных черков уже физиономию делали с характером и судьбою. М? Не всем тогда, но. И Пукерев даже смутился, как тот мальчик. Покраснел, неловко поклонился. А Варя уже с интересом смотрела на эскиз. Улыбка сошла с ее лица. Глаза стали внимательными и серьезными. Сразу же, как тики посмотри на ту картину. На небольшом холсте была изображена сцена венчания. Заплаканная юная невеста протягивала участливо склонившемуся к ней священнику тонкую ручку. Венчальная свеча казалось дрожала в ее пальцах. Рядом надменно смотрел на будущую супругу старый сморщенный генерал. За спиной невесты, скрестив руки на груди, с остановившимся мрачным взором стоял черноволосый юноша. На его бледном лице читалось с трудом сдерживаемое отчаяние. Вайра смотрел на эскиз долго и серьезно. О, аналитик. Молчание затягивалось. Но Пукарев не выдержал первым. Первым пукнул. Что скажете, Варвара Трофимовна? Не вовсе дурно задумано, а? спросил тот. Как же колорит подобран чудно. медленно, не отводя взгляда от эскиза, выговорил о Варе. И освещение прекрасно подобрали. И так сильно, что аж рыдать хочется. Ох уж эти женщины, страстно воскликнул Петя Чапурин. Все бы вам слезы точить. А много ль в сырости проку? Мне вот не рыдать, а прибить кого-нибудь до смерти хочется на все это глядя. Особенно этого старика противного, который невесту свою презирает и мучить готов. А сам радый до смерти, что теперь вся эта молодость и чистота не тронуты, что она все ему одному достанется. Ведь все мерзавец, все видит, все понимает. Молодуху ему подавай. Понимает же ведь, а, и что не любят его, и что против воли девица идет, и что жизнь ее он под корень срезал, цветочка, одуванчик, и захотел, а теперь упивается, упырь. И как верно, как точно Вася все это заметил, а? Ты погляди, действительно, и ведь мало заметить, это же еще изобразить надо, застыть на картинке. Вася, милый, да ты гениус не меньше Рафаэля, а может даже и поболи будет, и не спорьте со мной, господа, Мадонны, Мадоннами, а вот эту нашу правду горькую, вот так вот ее еще никто не писал. Только два Василия, Перов да Пукерев. Варенька, вы ведь не знаете, а это же Вася невесту нашего Сережи Варенцова изобразил. Вася. И его самого. Видите? Шафер в позе Наполеонова, видите? Девицу-то недавно за старика корзинки наотдали, а Варенцов ни с чем остался. Срадает бедняга. Так Вася его и представил вон в картине, запечатлил. Вот она, высшая ступень обличения, гражданского, обличения. А потом пили чай из помятого самовара. Восемнадцать ого, не забывайте, всем наливаю из помятого. И печатаю праники с вашей муки. И разливаю его по щербатым чашкам. И наперебой ухаживаю за единственной дамой. ДТЕ. Рассказывали новости училища, хвастались, словно собственным успехом картин нашего Васьки Перова. Хвастались. Хвастались все. Описал картины Васька Перов. Той самой единственной успешной. Перебивая друг друга говорили о том, что теперь Академия Творцу не указ, что жизни общества совсем других идей уже требуют. Все. Поменялось общество. Распечаталось заново. Потом Варя достала из радикюля собственный разбухший альбом с набросками, который немедленно пошел по рукам. Поехал. И с Варей тут же взяли обещание участвовать, как только прибудут ее картины. Участвовать в выставке в пользу нуждающихся студентов. И она со смехом дала слово в пользу нуждающимся. Варенька, ты этих петухов на заборе поменьше слушай. Ну, раскутку дахкались. Надсаживаясь от кашля и перебивая взрыв возмущенных голосов, посоветовал нерестов. Ишь, как налетели, а? Немедля обличай тут им все вокруг и громи порок. Иной мазилушка еще и руку себе не поставил, и анатомии не зная, и крестьянка у него в позе артемиды на Олимпе стоит. А уж туда же разоблачать порок и рвется, да, с саблей наголо. Куда ты лизаешь, а? Поперет батька в пекло, а? Конечно, подмоги захотели все. Наготовенькое, да? А, знаем мы вас. А у нашего брата-художника все же первое дело самое, на первейшее мастерство. Кали с карандашом не в ладах, да с натурой работать не вмеешь, никакого общественного рвения тебе не поможет. Никакое. Надо думать, это в мой огород, камешик, Аким Перфилич, смущенно спросил Петя Чапурин. Право уж и не знаю, что с этой левой рукой у прачки делать, но действительно не знаю. Все куда-то не туда вылезает. Уши, Вася, мне правил до веча. А вот это вовсе напрасно. Самому душа моя надобна, самому. Коли рука не компонуется, меняй всю позу, натуршицу по-другому ставь, все меняй, даже руки меняй, справа налево. А то ты нашу дуску разложил на драпировке, как ту нимфу у ручья, все, лежит, расплескалась. А ей дури привычно, конечно, она и лежит и мух себе считает. А калинатуршица не нимфу, а прачку представляет. Стало быть, и класть надо по-другому, м? А лучше и не класть, а ставить сразу, в позу, как тебе надо. что, дуську-то, ставить? Не установится нипочем, дуська-то, убежденно заявил Пукерев. Помилуйте, Аким Перфилич, дуська уже лет восемь в училище Венерда Данай представляет. Ее среди ночи разбуде она в раз уляжется, как положено, как раз, как надо, сразу встанет. Какие уж тут прачки, и когда через несколько минут Варя поднялась, чтобы идти, сразу несколько молодых людей вскочили, чтобы проводить ее. О, джентльмены! Но Пукерев решительно возразил. Я провожу Варвару Трофимовну. О, как всегда, опять первый, пукнув. Мне надо бы с ней поговорить. Голос его был таков, что никто не решился возразить. Ну, никто. Варя подочернему ласково расцеловала Нерестова. Пообещала прийти вечером еще и принести лечебной флениной настойки и меду. Дружески простилась с молодыми художниками и в сопровождении Пукарева вышла из квартиры. О, пукнули. Вам что-то не глянулось в моем эскизе, Варвара Трофимовна? Вдруг начал художник сразу же, как только они оказались на залитой полуденным солнцем улице. Соблаговолите сказать, что именно? Василий Владимирович, вы ошибаетесь, сдержанно ответила Варя. Эскиз написан безупречно. По-моему, по-моему, очень скромному разумению, безупречно все. Более того, вы преподаватель училища. Вам чин академический присвоен. Не смешно ли вам спрашивать моего-то мнения? Варвара Трофимовна, как бы я вас прежде не знал, то подумал бы, что вы на комплимент напрашиваетесь. У графини Беловзоровой отменный вкус и чутье. бездарность она бы за границу не вывезла. Я перед вашим портретом купеческой дочери как мальчишка стоял и всей душой восхищался и завидовал смертно. Хм, вот уж не поверю. Стыдно сознаваться, но так и было, вздохнул Пукерев. Василий Владимирович, вы не берите мое мнение к душе близко. Я ведь и ошибаться могу. И ни учителем, ни критиком для вас служить не в силах, но прямо без реверансов, Варвара Трофимовна. Прошу вас, уже сердито перебил ее художник. Извольте, решилась Варя останавливаясь посреди переулка и поднимая на Пукарева серьезный взгляд. Вы ведь, как говорили, в эскизе своего друга изобразили. Да? И невесту его? Пукарев удивленный молча кивнул. Мне это показалось бестактным. Не сердитесь, перебила она саму себя, видя, как сошлись на переноси густые брови художника. О, сошлись тучи. Я предупреждал его, что не могу судить ни о технике, ни о колорите. Да и, по-моему, там и судить-то нечего. Безупречно все. А вот судьба вашего друга, о ней подумать стоит. Господин Варенцев вашу работу видел? Он одобрил ли? Право, ему сейчас не до моих картинок. с запинкой сказал Пукерев, который явно ожидал каких угодно слов, но только не этих. Он в полном упадке от того, что Поленьку за другого отдали. И Василий Владимирович, мне кажется, напрасно вы это сделали. Тихо, но твердо сказала Варя. Я вам не указ, но жаль право и Варенцева, и его невесту. Мало того, что жизнь у обоих сломана, так еще и на общий вид ее выносят. Ведь все ваши друзья их узнали, ведь право все, и разговоры эти. Нужно ли это все? Я совсем об этом не подумал, растерянно сознался Пукерев. Варенька, так вы полагаете, мне кажется, что коли вы друзей своих изображать беретесь, так хотя бы согласие спросить надо было бы. Почувствовав, что фраза эта звучит нравоучением, Варя сама покраснела аж до веснушек и поспешно сказала, касаясь рукава расстроенного художника. «Но я, Василий Владимирович, только мысль свою высказала, субъективное мнение. Вы на нее не обижайтесь». «Я ничуть не обижен, Варенька», в полголоса отозвался Пукерев, глядя себе под ноги, на серую уличную пыль. В молчании они дошли пустыми переулками до Белошвейной мастерской, художник пожал Варе руку и безмолвно откланялся. «Важно мнение?» «Ага, поклонитесь». Варя поднялась на второй этаж в свою комнату, сбросила эту самую мантилью и дэй-фюды и расстегнула ворот платья и долго стояла у раскрытого окна, теребя в пальцах край полотняной занавески. Из этого состояния ее вывел донесшийся перестук копыт, скрип колес и басистое извозничье. «Стоять, нечистая!» «Стоять!» «Все!» Экипаж остановился прямо у ворот дома Камариной. Варя с любопытством свесилась через подоконник и сразу же увидела бегущую через двор брюнетку в белом платье. Через минуту в комнату вихрем кружев блондов и шелка ворвалась кто? Кто бы вы думали? Аннетта Невицкая! Аннет! Не забывайте ставить ваше спасибо, ваше нравлице. Каждый божий день мы выходим в эфир. Завтра встретимся опять в 18 ого. Обязательно выйдет серия. Не забывайте подписаться. Тех, кто новые пришли и не знают, что у нас надо подписаться снизу и поставить колокольчик. Только когда придет колокольчик, только тогда вам приходит уведомление. И только тогда вы уже точно ничего не пропустите. А на сегодня что? А на сегодня все. Споки ноки. Пока дово. Отои.